Атака дронов Сегодня ночью сразу несколько российских городов подверглись нападению беспилотников. Были атакованы сразу шесть регионов России. Псков, Брянск, Калужская, Рязанская, Орловская и Московская области. Пострадавших, к счастью, нет. В Пскове был атакован военно-гражданский аэродром. По уточненным данным, повреждено два самолета Ил-76. В Рязанской области этот фокус не прошел. Два дрона были сбиты штатными средствами ПВО. Хронология событий выглядела так. Ближе к полуночи начались сообщения об атаках на Псковский военно-гражданский аэродром. В сети стали появляться видео с трассерами, уходящими в ночное небо. Взорвать самолеты пытались не менее двух десятков БПЛА. Спустя час идут сообщения о взрывах в Брянске и Туле. В нескольких регионах введен режим ковер. Это когда пилотов принуждают приземлиться в ближайшем аэропорту. В 2.30 обнаружен первый беспилотник над Рязанской областью. Он успешно сбит. Второй дрон был замечен в районе 4 утра и тоже четко отработан системой ПВО. Минобороны России об инциденте в Рязанской области сообщила отдельным постом. 30 августа около 4 часов по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области. В российском МИДе на эту атаку дронов отреагировали категорично. В Пскове нападению подвергся военно-гражданский аэродром. В Брянске повреждено административное здание. В Дзержинском районе Калужской области беспилотный летательный аппарат попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Украинские беспилотники были сбиты в Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областях. По предварительным данным, в результате этих атак пострадавших, к счастью, нет. Вместе с тем, налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают туристическую сущность киевского режима. Направление, откуда шел рой дронов, на больше остальных пострадавших Псков и другие регионы страны пока точно не определено. Возможно, запуск производили в Прибалтике, но есть версия, что маршрут пролегал в облет Белоруссии. То есть рой дронов вылетел из Сумской области и, теряя по пути часть аппаратов, до Пскова добрался уже изрядно потрепанным. Впрочем, версию с запуском десятков БПЛА с территории России пока тоже следствие не отвергает. В преддверии 1 сентября не только родители и школьники, заняты подготовкой в региональном управлении ГИБДД, сегодня призвали не забывать про безопасность и напомнили о простых правилах, соблюдать которые стоит не только детям, но и родителям. Статистика с начала года гласит о том, что с участием несовершеннолетних зарегистрировано 194 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 229 получили травмы. В преддверии учебного года, когда школьники возвращаются в город с каникул, обдительность и их, и родителей, скорее всего, ослаблена. Начальник управления Сергей Романов напомнил о важности знания и соблюдения правил дорожного движения. Ребенок, он, может быть, где-то сам немножко не понимает свои действия, но все-таки родители должны его как-то управлять и какие-то беседы проводить на тему соблюдения правил дорожного движения. Сейчас мы не только проводим беседы, скажем, с педагогами, чтобы они в своих уроках находили какие-то минутки безопасности и доводили какие-то нормативы по судению правил дорожного движения. Мы сейчас постараемся посещать, в том числе, и родительские собрания, где уже с родителями начинаем беседовать о тех или иных проблемах с аварийностью, которые связаны у нас именно с детским дорожным транспортом. Возросло в этом году и количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, а это, к сожалению, зачастую прямое следствие недостаточного воспитания в детях осознанного поведения на дорогах. И здесь на родителях лежит серьезная ответственность. Конечно же, сейчас у родителей очень много заботы купить ботиночки, школьную форму, собрать красивые тетрадочки, ранцы, ручки и отвезти ребенка в школу. Я считаю, что в первую очередь родители должны обратить внимание на то, чтобы повторить со своими детьми правила безопасности. Это и правила безопасности в быту, и правила безопасности на улице, но и в первую очередь правила безопасности при движении в школу и в школу. В рамках подготовки к Дню знаний в целях обеспечения безопасного дорожного движения на участках, прилегающих к образовательным учреждениям, сотрудники госавтоинспекции проверили 545 таких участков. И надо отметить, выявили немало нарушений. Более полутысячи на 226 пешеходных переходах. Пропагандистскую работу сотрудники госавтоинспекции планируют продолжать и наращивать. Главная цель – напоминать о рисках для участников дорожного движения. В преддверии 100-летнего юбилея со дня создания патрульно-постовой службы полиции в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание с вручением наград. Вековой юбилей будет отмечаться сотрудниками УППС 2 сентября. Мероприятия начались в возложении цветов на аллее героев на Новогражданском кладбище в Рязани, а затем на торжественном собрании начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай поздравил сотрудников патрульно-постовой службы, ветеранов и наградил отличившихся сотрудников. Наш регион в последнее время пошел в пятерку самых безопасных регионов России. Мы занимаем четвертое место. Это ваш вклад, большой вклад в этот положительный такой результат. Все мы, большинство, с кем я разговариваю, сотрудников, которые приходят в разные виды служб, все начинали с патрульно-постовой службы. Я начинал с патрульно-постовой службы в 81-м году в районе Марьино. Правда, я там только пассажером ходил, да, но тоже начинал с патрульно-постовой службы. Поэтому огромная благодарность за то, что вы с честью относятся к своей службе и, я скажу, с уважением относятся к гражданам. Увеличение сразу нескольких видов штрафов ждет нас с вами с 1 сентября. Теперь начеку нужно быть и автомобилистом, и пивоваром, и блогером. Подробности далее. Итак, первыми, кого начнут штрафовать по-новому, станут автомобилисты. С сентября перечень неисправностей, за которые могут оштрафовать, станет значительно шире. Про использование летом в шиповке все знают и так, а вот про запрет на использование в фарах источников света несоответствующих документаций нет. За это водителя оштрафуют на 500 рублей. Основанием для штрафа могут также стать подтекание тормозной жидкости, перегибы, трещины, надрывы тормозных трубок и шлангов, неработающий ручник, а также неисправность системы АБС. Ее будут определять по индикатору на приборной панели. Помимо этого, теперь вне закона предметы, ограничивающие обзор водителю, планшеты и габаритные видеорегистраторы. В сентябре начнут применять новые штрафы за нарушения при производстве и обороте пива, сидра, медовухи и других пивных напитков. За отсутствие декларации об объемах производства на организацию будут наложены штрафы в размере 100-150 тысяч рублей. Также возможна конфискация продукции. С 1 сентября будет создан специальный реестр пивоваров. Без включения в него производить слабоалкогольные напитки будет нельзя. С 1 сентября также вводятся административные наказания для владельцев социальных сетей, которые не исполняют обязанности по контролю за размещенной на их платформе информацией. Для тех, кто не ведет мониторинг в соцсети и не применяет меры по ограничению доступа к информации, которая нарушает действующее законодательство, предусмотрен штраф в размере 4 миллионов рублей. Если нарушение будет выявлено повторно, денежная санкция может вырастить до 8 миллионов. С сентября станет выше стоимость рекламы, которая не облагается налогом на добавленную стоимость НДС. Раньше от него освобождались рекламные товары, работы и услуги, расходы на приобретение и создание единицы которых не превышали 100 рублей. Теперь этот лимит увеличен до 300 рублей. Также в сентябре начнут штрафовать за нарушение запрета об отчуждении имущества без согласия налоговой инспекции. Если налогоплательщик продал имущество, которое ему запретили продавать, его штрафуют на 30 тысяч рублей. Своё развитие получила история со срезанным забором на улице Чернышевского. Его возвращают обратно, по требованию госжилинспекции. Установку спиленного забора вокруг ЖК Домна Политаева начали ещё вчера. Впрочем, отрезанные металлические конструкции, как можно увидеть вот здесь, просто приваривают. Жителям такое отношение пришлось не по нраву, они готовят новое обращение. Цитируем текст. Металлическая конструкция ограждения устанавливается на ранее спиленные основания сварочными швами без зачистки ржавчины и грязи, без дополнительного укрепления конструкции, что в дальнейшем неизбежно повлечёт за собой риск деформации и разрушения в местах повышенной нагрузки, а соответственно и риски причинения вреда имуществу, жизни и здоровью людей. Между тем, жильцы сетуют на то, что с территории дома увезли ещё и неустановленные скамейки. Они, по наблюдению жителей, появились на территории другого жилого комплекса этого же застройщика. Сегодня в точке кипения главной темой диалога с правительством стало увеличение региональных инвестиций. Зам. предправительства Артём Никитин рассказал о проектах, которые в настоящий момент уже есть в областном центре, а также о тех, что ещё предстоит сделать. По словам заместителя председателя регионального правительства Артёма Никитина, инвестиционное развитие – основной приоритет в работе с наращиванием бюджета региона. Для этого нужна бизнес-активность. Чем больше у нас инвестпроектов, тем больше в регионе крупных предприятий, а значит появляются возможности для создания и развития новых социально важных проектов у нас в Рязанской области. Предлагаю посмотреть на статистику, в целом объём инвестиций в Рязанской области по сравнению с всей страной и ЦФО в 2022 году, показал очень хорошую динамику. Её же мы продолжили по итогам первого квартала 2023 года. Большие надежды правительство возлагает на индустриальный парк «Рязанский», где будут размещены предприятия и организации. Сегодня соглашения заключены уже с 16 резидентами. Этот проект корпорации развития Рязанской области обошёлся в 5 миллиардов рублей. По словам Артёма Никитина, такие солидные госинвестиции начнут окупаться уже в ближайшие 5 лет. Мы видим, что сумма налоговых отчислений только за 1,27 год составит 5,4 миллиарда рублей. Она будет постоянно расти. После доклада на брифинге Артём Никитин ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что индустриальный парк «Рязанский» будет полностью безопасен для экологии региона. Когда мы говорим про предприятия, которые размещаются в индустриальном парке «Рязанский», это изначально предприятия, которые не выбрасывают никаких абсолютно выбросов в атмосферу. Мы сейчас можем даже по очереди пройти, разобрать каждого резидента и посмотреть, какие выбросы там могут происходить. Центр открытых разработок, который есть у нас в индустриальном парке «Рязанский». Печать плат. При печати плат ничего не происходит. Это, по сути, специальный принтер, который наносит специальные слои на специальные конструкции. Помимо того, что площадка обещает быть экологически безопасной, она также обеспечит рабочие места для 11 тысяч человек. Артём Никитин подчеркнул, что в регион активно привлекают инвесторов из других стран. Таких, например, как Индия. В условиях санкционного давления на Россию, такое сотрудничество позволяет минимизировать ущерб для экономического развития региона. Кристина Бочкарёва, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня ночью в небе взойдёт настоящая голубая Луна. Это достаточно редкое событие, к тому же это будет ещё и суперлуния. Время, когда Луна подходит на максимально близкое расстояние к Земле. Как говорят астрономы, Луна станет на 7% больше и на 14% ярче. При этом в реальности спутник Земли свой цвет не поменяет. Будет привычно белым, но серебристым или желтоватым отливом. По одной из версий, название астрономического явления связано с английским фразеологизмом «однажды в голубую Луну», то есть очень редко или никогда. Однако точное происхождение неизвестно. Само явление происходит из-за разницы в продолжительности лунного цикла в 29,5 дней и календарного месяца, равного 30 или 31 дню. Голубую Луну можно увидеть примерно раз в каждые 2,5 года. В следующий раз необычное астрономическое явление можно будет наблюдать в мае 2026 года. Наиболее впечатляющий вид можно будет поймать во время восхода и заката Луны. 31 августа земной спутник взойдет в 22.18 и спрячется в 4.37. Особенно хорошо полную Луну будет видно утром 31 августа в центральной части России. В это время она будет выделяться на фоне ночного и утреннего неба. В Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому увидеть суперлуния в нашем регионе можно будет ближе к ночи. Наблюдать за уникальным событием лучше на открытой местности, вдали от города, чтобы минимизировать засветку неба от фонарей и других источников освещения. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.3wgorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин